Итак, всем привет, с вами Дупе, продолжаем играть в Германию в мод про Первую мировую, в прошлой серии мы неплохо так повоевали на море, потопили неплохое количество вражеских конвоев, оставили их без внешней, да, где-то торговли, то есть вот, допустим, к примеру, здесь они что-то импортируют, но получают реально только один, здесь какие-то их ресурсы вообще до них не доезжают, да, от, казалось бы, их территории, и это, несомненно, сказывается на их производстве, несомненно, сказывается на их каких-то боевых показателях. Плюс мы потихоньку нашим вот этим флотом, кстати говоря, смотрите, они уже все ветераны здесь, очень классно прокачались, генерал тоже прокачался, тоже небольшие вылазки делаем, периодически топим какой-то вражеский флот, и себе, можно сказать, уже обезопасили территорию для будущей вылазки в Британию, а я думаю, она вполне себе возможна. Наши союзники здесь в Сербии неплохо душат, ну а с Россией пока, как и по моему плану было, ничего не происходит, мы просто стоим и ждем, пока на западе Франция падет. После этого мы сможем уже полноценно на Россию начать наступление. Также мы тут уже уверенно производим авиацию, постепенно мы заполним, и, собственно говоря, постепенно мы получим полное присутствие воздуха, сейчас оно у нас такое себе на самом деле, да, кстати говоря. В Бельгии мы не нажали эту кнопку, но вот во Францию мы эту кнопку можем уже нажать, потому что сейчас начнется самая главная часть войны, успеть вот здесь вот пробиться сквозь брешь в их обороне, здесь я вижу, мы успеем пробиться, ну и даже на самом деле тут мы вполне себе можем пробиться просто сквозь их укрепления. Так что поехали. И очень успешно мы здесь смогли пробиться, на севере, конечно, наше наступление чуть-чуть остановилось, но в центре просто очень-очень уверенно, и более того, здесь вот на востоке я ожидаю, что мы тоже сможем пробиться. Да, сквозь эти, казалось бы, непробиваемые французские укрепления. Потому что вот здесь вот они потихоньку выбиваются, здесь тоже, а подкреплений у них не будет, у них и так здесь проблемы. На этом фронте, да, неоткуда брать подкрепления. Так что да, плюс наша авиация потихоньку завоевывается больше и больше неба, то бы сейчас мы уже имеем преимущество. Помните, мы буквально недавно, нам чуточку не хватало. Вместе с этим, я думаю, имеет смысл вот так вот подстроить здесь авиабазу побыстрее, и можно подстроить здесь везде ЖД, потому что снабжение нам тоже очень важно. Мы, кстати говоря, уже под Парижем, тут небольшое окружение делаем, да. И плюс... Да, вот, пробиваемся к самому Парижу. Здесь все так же, все очень медленно, но успешно пробивается. И после того, как они там уже пробьются, я думаю, французов вообще не будет шансов. Вот наши войска уже и в Париж. Пробуют вступить. Здесь успехи так, посредственно. Здесь тоже посредственно, но вот основное направление сюда ударов, сюда. И чтобы пробить здесь. На самом деле можно убрать вот отсюда войска, чтобы они не пытались лишнего туда биться. Хотя... Хотя успех тоже есть. Очень, на самом деле, решает, что мы вот столько набафали им атаки, потому что мы сверху еще накидываем вот и планирование, и кучу других вещей. И в итоге у нас получается очень-очень плотная дивизия, которая бомбит только так. Так, с нашим новым бафом на стоимость доктрины мы теперь просто возьмем и все нужные нам исследования возьмем. Ну, практически вот это нам бы хотелось бы еще взять. Так что нам сюда еще нужно чуть-чуть опыта. Но так мы практически закрыли все авиационные доктрины. И можно сказать, вообще все доктрины, потому что флот и море... Ой, флот и армию мы закрыли уже давно. Ну, мы и взяли Париж, собственно говоря, да. Жуткая тишина. Собственно говоря, да, они вспоминают опять поражение Франко-Пруссии. И снова наш флаг развивается над Парижем. И да, возможно, французы уже могут, в принципе, сдаться. У них есть там решение на это. Наступление на Лиденуфу уже вряд ли будет. И вот это вот, собственно говоря, отчет этого времени, я так понимаю, примерно до нашего поражения, тоже вряд ли уже успеет досчитаться. А здесь мы реально уже взяли в одну провинцию. Сейчас возьмем еще одну. И с помощью нашей артиллерии будем продвигаться и дальше. Здесь тоже у нас артиллерия помогает. Ждем мы пока достроится у нас следующая единица. Да, это будет уже достаточно скоро. Ну и да, я бы сказал, французы уже проиграли. Они свои позиции сдали. И заметьте, мы потеряли всего 41, уже 42 тысячи наших людей. В то время, как они потеряли, ну, очень-очень много. Под миллион, но от нас где-то 700-800 тысяч в сумме. Что может говорить лишь о том, что вот эти войска показали себя очень прекрасно. Потому что именно они в основном вели здесь бои. Вывели мы французов с севера. И сейчас очень жестко здесь тоже попробуем пробиться. Плюс надо подвезти теперь сюда. Здесь железные дороги разблокировались. Можно подвезти сюда артиллерию. Еще ближе. И вот эту я бы, наверное, отправил... Нет, пока что нет. Потому что нам нужна все-таки здесь поддержка в этих битвах. Но потом отправим вот сюда. И, кстати говоря, мы сейчас еще и здесь сможем окружить, я думаю, неплохое количество французских и британских войск. Да, так и есть. Вот захлопывается капкан, так сказать. Надо подблокировать их войска, чтобы они не успели выйти. И... Да, вот оно. Осталось лишь ликвидировать все, что осталось в окружении. Ну и можно сразу планировать уже следующее. Здесь же они все еще, смотрите, держатся, да? План шлифинг, кстати говоря, только-только закончился. Выполнили мы его, считаю, на все 100. И здесь тоже мы сможем окружить некоторую часть войск, я подозреваю. И да, вот эти войска сейчас будут ликвидированы. Осталось здесь буквально чуточку. Под окружением, без припасов, французы и британцы покидают поля сражений. Готовим мы следующую стадию нападения. Нажали мы штабное планирование. Набираем сейчас очень быстро бонус от планировки. Надо понимать, что... У нас он вон, под 82 может подняться, да? Так что это будет реально мощно. И это даст нам кучу атаки. После этого мы перейдем в полномасштабное наступление снова. Только здесь вот британцы, видимо, слишком... Слишком сильными себя почувствовали. И мы сейчас их за это окружим и разобьем. Ну и на востоке тут последние силы французские тоже уже вот-вот сдадутся. Давайте-ка подвидим наши артиллерийские орудия. Да, поближе к фронту. Здесь тоже, да. Вот тут... А почему я не могу? Сюда еще не могу. Вот сюда могу. Сюда отправим. Здесь орудия есть. Давайте сюда на самом деле его отправим. Вот это сюда. И новое. Да. Новое куда-то уже вот сюда, пожалуй. Думаю, этого покрытия будет более чем достаточно. Это мы еще захватили одно орудие. Кайф. Там Италия против нас, Казбелли готова, да? Я так понимаю, Италия готова нас предать уже. Но мы к этому готовы. Но не так, что у нас здесь есть войска, а так, что у нас... Расса уже пала. Но я тут заметил, произошел какой-то неизвестный мне мем. Войска стали вот так. Я так понимаю, они все... Несколько провинций всего лишь переставились. Что это за бред? Нужно сейчас как-то эту проблему срочно решать. На самом деле даже неплохо. Мы вот это все сейчас окружим и ликвидируем, да? Но это все равно какой-то бред. В какой момент у меня войска решили стоять в двух провинциях вместо всего фронта, который до этого был, да? Как вот здесь. Но здесь, я думаю, уже планирования хватит. Можем продолжать наступление. Вот видите, 82% от планирования. Планирования, на самом деле, все еще очень сильные. Нельзя его недооценивать. Если этот бонус можно настакивать, его стоит всегда настакивать. И да, мы сейчас здесь вот как-то разобьем это окружение. Здесь тоже выйдем, я надеюсь, из этого окружения. А что-то типа исторического, в скобочках, какой-то бред произошел с фронтами, я так полагаю. В этой игре такое случается достаточно часто. Ладно, на фоне их наступлений на севере, давайте начнем наступать в них с юга. И поддавим, сделаем здесь большое окружение в Польше. Тем более, что я вижу, что у них здесь войск очень мало. Мы должны пробиваться без особых проблем. Секрет, наши шпионы украли вот эту теху. И это, опять-таки, очень даже приятно. Давайте наших шпионов теперь в Россию закинем, да? В принципе, можно всех. И попробуем украсть еще у России технологии. В Франции, потому что, я думаю, скоро капитулирует, мы от нее уже ничего украсть не успеем. И, кстати говоря, раз у нас взялась армия на западе, она вот эта освободилась, давайте ее посрочному отправимся сюда, чтобы они помогли деблокировать вот эту армию. Потому что потерять 24 дивизии просто из-за того, что случилась шутка, парадоксов как-то не хочется. Ну и нам уже нечего плюс-минус тут по фокусу брать, да? Здесь всякие политические фокусы не сильно нам интересны, я бы сказал. Да, поэтому давайте просто возьмем производство самолетов. Да, почему бы и нет. А вот капсуляция Франции подъехала, как я и говорил, достаточно быстро. Нужно поликвидировать вот эти все микроокружения британцев. И после этого можно планировать, во-первых, вторжение вот этой армии, я полагаю, в Британию. И вот эту армию можно будет перебросить в Италию, да. Вторжение в Британию, армия в Италию. Вторая армия пока что тоже, наверное, в Италию, потом она вернется на вторжение. И здесь просто деблокировать нашу армию и перейти в полномосштабное наступление. Ну и с подкреплениями тут, конечно, ситуация резко изменилась. Здесь смогли мы деблокировать основную часть войск. Здесь, кстати говоря, надо будет позаниматься вот этой чушью. Да, потому что у нас здесь вот эти единички бегают. И после этого, как я и говорил, будем планировать с Италией разбираться. Ну и да, ситуация очень сильно улучшилась. Мы сейчас вот-вот сможем сделать здесь сами окружение. Очень такое плотное. Давайте-ка войска все наши. На вот эти вот узкие горлышки направим. И сможем все это окружить успешно. Здесь, кстати говоря, какая-то бесконечная битва идет. И мы периодически что-то подтапливаем. Я бы хотел туда уже наш флот выставить. Почему-то он туда не хочет сам идти. Давайте вот так прям направим в эту битву. Непонятно, почему он не вступает. Ага. А нас затроллили. Битва оказывается не здесь. Ну-ка. Сей. Угу. Заможем, конечно, ее поискать. Потому что, ну... Это какая-то неизвестная затролка. Давайте, знаете, что мы можем найти? То есть все корабли здесь. Блин, ну технически, да, они все еще здесь. Окей, значит... Значит, реально битва бесконечная. Битва не происходит. Давайте отступим, да? Поставим обратно ударное соединение, а отсюда наши подлодки просто отведем. Я другого выхода особо не вижу. Последние британцы только что были ликвидированы. Это значит, что мы готовим полномасштабную атаку на Италию, которая, по нашим уже за данным, собирается сама на нас напасть, да? Но мы все предусмотрели. Теперь можно вот это подобивать, да? Без особых проблем. И здесь поликвидировать вот эти вот окружения. Можно сказать, что это тоже была часть нашего плана. Мы дадим России пройти подальше нашей территории, а затем окружим их и уничтожим. Так в истории, в крайнем мире, в книжках по истории и напишут. Оба-на-на, Лондонский договор. Италия может быть атакована бывшим союзником, о Германия может атакована быть бывшим союзником но пока не атакует почему-то, но мы очень-очень к этому готовы мы можем что-то в Афганистане завербовать, давайте это и сделаем литовки резервные вполне себе, военную пропаганду тоже можем нажать а вот этот вот контроль планирования на самом деле, я посмотрел, что это ничего вроде и не даст, так что нажимать мы его не будем, да, здесь уже ничего интересного, потому что яички, кстати говоря, потихонечку там какую-то, видите, микропромышленность получают развивают, то есть вообще три фабрики, жесть нереальное развитие, я бы сказал да но вот это все в сумме потом можно будет их призвать еще на турецкие войска, чтобы они еще и колонии засиджили когда они еще чуть-чуть разовьются но я думаю, на этом серии можем закончить мы пробились сквозь Францию готовимся уже к войне с Италией начали полномасштабное вступление в России и все это с потерьми всего лишь 98 тысяч так что с вами был Допгай подписывайтесь на канал ставьте лайки, комментарии все как обычно до скорых встреч пока